Добраться до труднодоступного места, где не может пройти машина или человек, может только парашютист. В Туве существует региональная спасательная база. Бойцы в случае чрезвычайного происшествия незамедлительно вылетают на место. Чтобы квалифицированно оказать помощь, сотрудники ежедневно оттачивают свое мастерство в воздухе и на земле. Телекомпания «Новый век» побывала на учебных тренировках. На тренировках, как и в жизни, каждая секунда на счету. Бойцы за 6 минут должны собраться и быть на борту вертолета. Парашюты проверяют лично. Это как отчинаж. Никому свое оружие не доверять, тем более от этого зависит здоровье самого спасателя и тех, кто ждет помощи. Высота 1200 метров. Без колебаний и раздумий сотрудники выпрыгивают на землю. Туинская оригинальная поисково-спасательная база создана в целях проведения работ по яйцу на космическом поиске спасания. В основном у нас идут авиационные работы. Это десантирование спасателей, грузов, как парашютное, так и беспарашютное. У каждого бойца за плечами не одна сотня прыжков. Есть такие, которые летали почти 500 раз. За одну тренировку приземляются на землю три раза. У них все высчитано до ювелирной точности. С высоты 1200 метров парашютисты должны попасть в условный круг. Просчитывают скорость ветра, вес тела и навыки. Ну там, смотрите, атмосферное давление уровня, от уровня, там поставил, если там, это вот, на приборе высоту поставил, и, например, тысячи метров, тебя самолет 1500 сбросил, падаешь, 500 метров падаешь, тысячи метров, прибор сам автоматически раскрывает. Конечно же, помощь парашютистов нужна не так часто, но они должны быть всегда на готове. На земле они отрабатывают теорию и уделяют внимание спортивной подготовке. Небо не терпит лишние килограммы. Как отмечают сами парашютисты, во время спасательных работ приходится приземляться в самых разных местах. Каждый ландшафт имеет свою особенность в горах, по-другому там, там как сверху смотришь, там тоже гора, она пологая, как равнина сверху смотрится, а на самом деле поближе подойдешь, он как острыми концами приходится встречать, встречать, да, как удобнее. Первый прыжок роднит всех спасателей-парашютистов. Рев сирены, открытая дверь вертолета, прыжок и незабываемое ощущение полета. Когда ветер шумит совсем рядом, наверху только небо, а под ногами проносится земля. Но не все так просто. Для первого прыжка нужно проходить серьезную подготовку и должны обладать большим опытом и знаниями. Продолжение следует...